Всем привет, это Лида. Сегодня я снимаю видео по очень неприятному поводу. На одном из моих деревьев в саду, в частности на Ивушке, завелась тля, так называемая кровяная яблоная тля. Почему кровяная? Потому что вот когда их берешь, они сразу выделяют, видите, такое вот вещество очень похожее на кровь. Тля это очень крупная, вот это одна особь. Выглядит действительно как тля, только огромных, устрашающих размеров. На листьях ее нет. Листья совершенно чистые, она сидит только на стволе и оттуда пьет сок. Ее очень много, все дерево ею покрыто. Обнаружила я это случайно, потому что обычно Иву я ничем не обрабатываю и вредителей на ней не бывает. Вот посмотрите, на что похожи уже стволы. Тут тли нет, тут уже сажистый грибок, который остался после ее пребывания. В общем, это полный кошмар. Почитала я, поинтересовалась у специалистов, как с ней бороться. Ну вот видите, да? Просто невероятно. Все в один голос говорят, что достаточно сложно и если не бороться, то она быстро перейдет на остальные культуры, на остальные деревья. Культуры поражают только деревья и кустарники, то есть те, у которых есть стволики, кора. Считается карантинным вредителем. Значит, мне предложили бороться с ней вот таким препаратом. Это препарат достаточно современный, широкого спектра действия. Попробую, побрызгаю, посмотрю. Все равно ближе к зиме я буду еще раз обрабатывать полностью сад от вредителя, когда уже после первых заморозков. Так что, тогда, если что, препарат поменяю. Осмотрите внимательно свои деревья. Может быть, и у вас на деревьях где-то она есть, потому что я первый раз с ней столкнулась в этом году. Надо быть осторожным. Карантинный вредитель говорит о том, что она очень опасна и сложно выводится. До встречи! Ваша Лида.